Всем привет, всем хорошего дня. Сегодня в Барселоне, вообще во всей Испании праздник. Сегодня выходной день. Вот здесь, кстати, живут бездомные. Вот у них там какие-то кровати, отделена коробочка комната. Так что здесь можно иногда встретить, как люди спят. А здесь съехали, вычищено, нету никого. Короче, я вообще говорил, что сегодня в Испании праздник, день Конституции. Отмечается, поэтому сегодня выходной день. Завтра рабочий день, а вот в пятницу опять будет выходной день, потому что еще один праздник. День непорочного зачатия. Будем отмечать всей Испании. Поэтому будем отдыхать в пятницу. Как и сегодня. Поэтому сегодня идеальное время для прогулки по Барселоне. Здесь Виэлла Итана, мне кажется, тоже ремонтируют. И все никак не могут закончить с ремонтом. Не пройти. Заработала, заработала ярмарка здесь, на набережной. Сегодня караоке. Мне кажется, надо пойдем петь караоке. Пить, петь. Ну и пить, и петь. И караоке. И здесь что-то уже продают вкусное в Африке. Ну, на самом деле, лучше, конечно, в вечернее время сюда прийти. Потому что днем немножко не та атмосфера, не тот вайп. Но, поскольку сегодня ноги привелись сюда... Ух ты, какие чуросы здесь. Вау, как они выглядят аппетитно, очень вкусно. Но я хочу найти хот-дог. А, вот здесь, смотрите, хот-дог. 7 евро. Я уже думал, кто-то караоке запел. Здесь постелили каток для того, чтобы кататься на коньках. Но это, конечно же, искусственный лед. Он тут с медведями катается. Но, тем не менее, тоже интересно. Тысяча лет не катался на коньках. Ну да, очень давно. В Красноярске, наверное, в 18-м или в 17-м году как раз последний раз катался на коньках. Даже аттракцион сюда привезли в Юрете. Вот примерно такой, мне кажется, и стоял. Такая стояла карусель, которую брали с площади. Интересно, не знаю, насколько комфортно на таком льду кататься. Это ровно те же самые ощущения или нет? Потому что где-то в Испании заливают катки. Я помню, что в Сарагосе, когда мы были, там тоже мы были как раз в январе, по-моему. И там заливали реально лед, каток. Поэтому можно было кататься. А вот здесь искусственный. А, еще на горе Тибидабу я видел, что есть каток. Можно еще на горе Тибидабу покататься. Какая же ярмарка без Гринтвейна. Посмотрите, какие красивые крендельки. Так, и, конечно же, Гринтвейн. Гринтвейн. Хоть это не вечер, чтобы пить его и согреваться, но тем не менее. В прошлом году здесь на ярмарке, кстати, я уже, по-моему, снимал в прошлом году ярмарку эту. И там тоже как раз пил Гринтвейн. А что, он теплый, я думаю, горячий будет. Вообще, Гринтвейн и Испания вещи несовместимые, потому что мы как-то на занятиях сидели по-испанскому. Ну и говорили, там, наш преподаватель испанского спрашивал, что вы пьете, там, нравится и так далее. Вот говорили про Гринтвейн. Сейчас, секунду, прервусь, смотрите. Жарят мясо. Варят осьминога, боже, это же так вкусно. Паэлья. Так, секунду, прервусь. Как это выглядит, очень аппетитно, очень-очень вкусно. Но самое интересное, сейчас тут испанцы такие говорят, надо пойти купить паэлью на Рамбле поесть. Ну, конечно, нет. Ни на какой Рамбле поесть точно покупать не нужно. Нужно покупать ее вот как раз здесь. Я уверен, что она намного вкуснее. Короче, и вот мы разговаривали с... Мы разговаривали с преподавателем по-испанскому. И вот ему рассказывали про Гринтвейн. И он такой, а что это такое? Ну, вот ему рассказывают, что это вино с фруктами. Он говорит, так это же сангрия. Он говорит, нет, это горячее, это горячее вино. Он такой, в смысле горячее вино? То есть испанцы не особо понимают, что вино может быть горячим, что его можно пить с фруктами. То есть при этом как бы сангрия же холодная, но с фруктами. Тут горячее тоже с фруктами. Как? Что? Вот. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам Гринтвейн. Мне кажется, такие моменты на ярмарках рождественских прям шикарно. Нашел сосиску вегетарианскую. Пять евро стоит. Сейчас будем пробовать. С карамелизированным луком. Немножко сладковато, но вкусно. Здесь даже есть импанадосы. Но почему даже? Просто есть импанадосы. Вот эти пирожочки жареные. Мне кажется, это уменьшенная версия. Чебуреков. Там разные начинки. Но и у чебуреков, мне кажется, мясо... Господи, тесто чуть помягче. Чуть помягче, чем у импанадосов. Так, вот колесо обозрения. Естественно, уже намного больше людей здесь собирается. Но все равно. Мне кажется, нужно идти в вечернее время кататься на колесе обозрения. Но чтобы прокатиться, я представляю, что тут очереди будут огромные. У меня есть видео с прошлого года. И там как бы, ну вообще, немало народу. Огромные толпы стоят. О, в прошлом году точно такой же подарочек кто-то стоял. Вот. Но поскольку уже вечереет, возможно, даже будет шанс увидеть. Хотя, хотя, наверное, стоит ставить интригу. И посмотреть на красоту рождественской ярмарки уже в другой день. Раскрою секрет. В субботу запланировано очень интересное мероприятие. Здесь в Барселоне, поэтому, возможно, возможно, будет шанс увидеть ярмарку в вечернее время. Так, здесь есть карта. Можно посмотреть, что здесь есть. Колесо, на самом деле... Так крутится. Там проезжаешь не один круг. Ну, с такой скоростью прям. Сейчас должна заиграть музыка с поля чудес, мне кажется. Крутите барабану. А вот эта вот очередь стоит. Бесплатное... Приключение. Так его назовем. Короче, не знаю. Там какие-то виртуальные очки одевают. И можно гулять, смотреть. Что-то будет, короче, мега интересное. Что я пока не совсем понимаю. Но главное, что это абсолютно бесплатно. И самое интересное, здесь стоят вот такие вот таблички. Где написано, что это место... С этого места, если стоять, ждать, то час. Нужно стоять, ждать час. Поэтому в очереди будем стоять час. И ждать, когда запустят внутрь. Ну, это еще повезло, потому что вот там табличка есть полтора часа. Я так понимаю, примерно... А! Наверное, группы запускают вот примерно по вот этим табличкам каждые 30 минут. Шоу длится. Ну, надеюсь, не так долго. Потому что после 15-15 лет. Ну, наконец-то. Наконец-то уже солнце успело сесть. А очередь только-только подошла. Ну, реально, где-то час пришлось отстоять, чтобы упасть внутрь. И запускают примерно порядка 10-12 человек. Походу еще будет возможность увидеть вечернюю ярмарку. Но я вот эту вот часть все-таки оставил в интригу. Чтобы приехать сюда в следующий раз. В субботу или в какой-то другой день. И посмотреть, как здесь будет интересно погулять. Хотя в прошлом году уже был здесь. Можно в кулуарах ютуба полистать, посмотреть и увидеть, что же там было такого интересного. Памятник Христофору Колумба отсюда видно. Закончилось виртуальное путешествие. На самом деле, очень было интересно. Потому что одеваешь виртуальные очки дополненной реальности. И попадаешь в какой-то мир, не знаю. Ну, виртуальный мир, короче. Как будто ты попал в какой-то компьютер. Вот если вы смотрели мультик Ральф. Они там жили вот как раз в компьютерном мире. Вот это примерно оттуда, из этого опера. И вот туда внутрь за... Ох, корон запахло. Короче, вот туда вот залетаешь. И начинаешь ходить по вот этим вот там... Не лабиринтам, а такие две комнатки. Сначала ты попадаешь в одну комнату. Что-то там происходит. Затем открывается дверь. И ты попадаешь в другую комнату. И там вот можно походить. И есть интерактивные всякие штуки. Заходишь, диско-шар какие-то. Можно поиграть на музыкальных инструментах. Еще... Ну, какие-то там есть вот вещи. Не столь суть, да. Вот, а дальше происходит какая-то непонятная вещь. То ли этот компьютер ломается, то ли что. И ты уменьшаешься до маленького размера. И все вещи становятся огромными. И ты начинаешь просто куда-то плыть. Просто по какому-то огромному космическому пространству. Короче, это было очень круто, очень интересно. Вот он. Минус. Несмотря на то, что сегодня будний день, народу-то очень много. Хотя здесь, в районе Мари-Магнума, по вот этому мостику, чтобы пройти, реально нужно какое-то вот преодолеть полосу препятствия. Потому что всегда битком забито. И уже темнее. Короче, нужно идти на станцию, садиться на электричку и ехать домой. Немножко получилось прогуляться, отметить День Конституции. Всех с праздником! Возьмем Конституцию Испании. Нормально же все было. Было же комфортно, тепло. И вдруг резко стало холодно. На улице. Это, кстати, готический квартал или старый город. Так, вот еще чьё-то кое-какое место тут лежит. Но никого там нет, никто не ждет. И таких мест по Барселоне особенно валировали достаточно много. А, вот с той стороны Рамбла, кстати. Но по Рамбле, если честно, не очень хочется идти, только потому что там очень много народу. Вот правда. Дискомфортно ходить. Когда много людей. Я, конечно, скажу, что здесь тоже не самое приятное чувство идти по старому городу. По месту, где людей, в принципе, очень мало. Это не самое такое тоже безопасное место гулять в вечернее время здесь. Но, тем не менее. Наша задача добраться из пункта А в пункт Б. Поэтому, а по Рамбле идти не хочется, поэтому придется идти здесь. Какие-то типографии себя отработают. Тем же выходной день, что работают-то. Там вот отель, что ли, елочка красивая стоит. Господи. Ну да, отель написано. Неплохое место, я так понимаю. Рамбла рядом. Какая красота. Королевская площадь. Вау. Вот так вот. Потихоньку-потихоньку она начинает просыпаться. Вечерняя Барселона. И зажигаются огонечки. Дух Рождества просто сияет. Вот так вот думал, таинство сохранить, чтобы в субботу полюбоваться красотой вечерней Барселоны. Нет, в итоге так получилось, что сегодня кусочек вечерней Барселоны получилось заснуть. Но тем не менее, очень даже неплохо, не зря хоть как-то подзарядиться, порадовать глаза красотой. Ну не везде, не везде красота. Не без греха город. А вот и люди там спят, лежат. Видно, нет на камеру. И хорошо, что она висит не одинокая, потому что в Юрете она висит такая одинокая, особенно вот на фанате. Как-то это не так смотрится. А когда вот скучковано, как здесь, аж глаз радуется, ты смотришь и наслаждаешься. И прекрасно понимаешь, что вот-вот совсем скоро уже Новый Год, Рождество. Но вот только-только от моря отходишь чуть подальше, на самом деле очень тепло. Очень комфортно идти становится. Хотя, возможно, из-за такого огромного количества людей, поэтому так тепло. Хотя, не знаю. Здесь тоже тепло. Это хорошо. Хоть можно согреться. Хоть как-то. Потому что около моря, возможно, там ветер, открытое пространство, и все-таки задувает здесь. Очень узкие улочки. И достаточно тепло ходить. Реально, вот люди появляются. Вышли, гуляют. Выходной день. Отмечают День Конституции Испании. Сколько людей здесь. Я не знаю, видно это или нет. Иллюминация очень красивая, но людей просто поток. Что происходит? Когда все идут. Ладно, все, будем прощаться. Нужно уже идти на остановку, ехать домой. Завтра же рабочий день. Выходной день заканчивается. В общем, все. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Давайте общаться. Увидимся уже в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.